Поиграй! Первая корги туса в Изумрудном. Кто бы знал, что на нее придет около тысячи барнаульцев. Даже сами коржеводы, хозяева корги и не подозревали, насколько обаятельны их питомцы. Дети, взрослые просто не дают прохода четвероногим. На небольшой площадке собралось порядка 30 корги. Вообще я думала, что немного, но вот сегодня я поняла, что очень много оказывается корги. Просто они где-то прячутся по ходу дела. Их нужно собирать. Аннабель вообще приехала на эту встречу из Олейска. Как говорит ее хозяйка, Аннабель – единственный представитель корги в своем городе. Поэтому здесь у нее еще есть возможности присмотреть жениха, чтобы спасти род корги в Олейске. Аннабель создана для любви. Она у нас одна в Олейске ходит. Мне хотелось бы как бы сближиться ее с сородичами, со своими. А это Степан. Он создан для суеты. Шкодливый, энергичный и не похожий на сородичей. Степан – мраморный корги. Это очень редкий окрас. Это редкость для нашего города. Но ближайшие его сородичи только в Новосибирске. Вообще, в принципе, любая собака в нашей жизни – это разнообразие какое-то. Жизненный быт она скрашивает и вот эту суету вносит интересную. Это Несси. Это самая маленькая участница этой вечеринки. Ей всего три месяца. И вот, если честно, такая высокая концентрация корги на этом участке позволяет хотя бы на время абстрагироваться от всего того, что происходит вокруг. Нашим людям действительно не хватает каких-то положительных, позитивных событий в жизни. И мне кажется, что это очень хороший повод, такое мероприятие, просто выйти из дома, подышать воздухом, пообщаться с собаками, погулять. Кстати, в парке Изумрудный планируют проводить тематические встречи не только с хозяевами корги. Организовать свою тусовку здесь могут даже голубеводы. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.